Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел Альфу, ну и чё-то какой-то сомнительный фильмец. В общем, сегодня разберём, что с ним не так и кому стоит его смотреть. Но сначала посоветую вам сервис, которым сам пользуюсь. Все мы используем Авито, но немногие знают, что у них есть Авито-доставка. Что это такое? Вы находите интересующий вас товар в любом уголке страны, будь то телефон или телевизор, или ещё что, заказываете, и он приезжает к вам домой. Если же вдруг вам что-то не подошло, то его просто увезут обратно. Сейчас продавать или покупать на Авито стало проще, как никогда. Правда, очень удобный сервис, так что, если вы что-то задумали, ссылку на него оставил в описании. Альфа – это американская приключенческая драма, которую поставил не очень известный режиссёр Альберт Хьюз. Ранее он снимал трейлер «Из Ада» с Джонни Деппом и «Постапокалипсис. Книга Элая» с Дензелом Вашингтоном. Бюджет Альфы составила довольно существенная сумма в 51 миллион долларов. Производство ленты запустили ещё в 2015-м, в 2016-м были завершены основные съёмки, а выйти в прокат фильм должен был ещё в прошлом году. По каким-то причинам премьеру несколько раз сдвигали, что удивительно для проекта такого невысокого уровня. Сюжет фильма рассказывает о событии, которое положило начало процессу одомашнивания Дикого Волка и его превращения в верного друга человека. События ленты разворачиваются где-то в Европе Верхнего Палеолита примерно 20 тысяч лет назад. Энциклопедия и Википедия расскажут вам, что к этому моменту в Европе господствовали карманёнцы, то есть уже вполне себе хомо-сапиенсы, которые мало чем отличались от современного человека. Неандертальцы к тому моменту вымерли, а среди людей уже начали выделяться расы. Тем не менее, общество всё ещё оставалось первобытным. Началось одомашнивание собаки, появились первые культы, но не было земледелия и намёков на государственные образования. Люди всё ещё жили охотой и собирательством, оружие и предметы быта изготавливались из камня, а вместо национальностей, классов и сословий были просто племена. С одним из таких племён нас и знакомит режиссёр Альберт Хьюз. Мельком показывают какую-то деревню из пяти шатров, где остаются женщины и дети. Боеспособные мужики уходят охотиться на буйволов, сын вождя падает с обрыва и остаётся в одиночестве. Дальше начинается как бы повесть о выживальщиках. Раненый юноша из жалости помогает раненому тамбовскому волку, который становится парню-товарищем. Я бы даже сказал, что они становятся братанами и пускаются в долгий путь домой. С одной стороны, всё это звучит ох как заманчиво. Незнакомая эпоха, по которой мы можем рассуждать только по костям да наскальным рисункам. Нетронутая природа, вымершие хищники и загадочное первобытное общество, о реальном устройстве которого мы можем только догадываться. В общем, простор для полёта фантазии был огромный, но используется он, дай бог, процентов на пять. Понятно, что сюжета здесь практически нет и быть не может. Человек и зверь встряли в незнакомой глуши, пытаются выжить и попасть домой. Вот и весь сюжет. Но сам путь в этом случае должен быть наполнен деталями, интересным экшеном, раскрытием первобытного социума, столкновениями с другими племенами и опасными хищниками. Вот что я хотел увидеть от фильма про людей каменного века. На деле же здесь нет ничего. Даже история про дружбу между человеком и псиной не выдерживает никакой критики. Что-то я сильно сомневаюсь, что взрослый, дикий, да исторически волчаром мог за пару недель превратиться в верную собаку. Людей показывают мельком, и на первобытных они вообще не похожи. Просто грязные бомжи в шкурах и нормальных таких башмаках на толстой подошве. В некоторых кадрах мне даже казалось, что у них протекторы на обуви в каменном веке, блин. Короче, не аутентичные атмосферы, ни проработки, никакого погружения в эпоху. Экшн-сцен в фильме всего две, да и то назвать их так можно, с большой натяжкой. Охота на буйволов в начале и драка с каким-то пещерным, то ли тигром, то ли леопардом, хер там разберешь в этих потемках. Все мельком, все дешево, графон некачественный, зеленка палится постоянно. Мамонтов, которые есть на постере, тоже не ждите, ничего подобного тут нет. Из приятного, разве что несколько симпатичных пейзажей Исландии и Канады. И то в голове ни один из них не остается. После просмотра я вышел без негатива. Да, посмотреть особо не на что, просто ровный фильмец, ни о чем, в который вообще не вкладывали денег. Так я думал, пока не начал искать информацию для ролика. Господи, куда они делят три года работы и 51 миллион долларов. Лично я ума не приложу. Такое чувство, что это просто какой-то распил в стиле викинга. Люди несколько лет сидели на зарплатах, а потом за пару месяцев сняли эпизод для какой-то передачи на Дискавери. Ну, знаете, где там типа документальный фильм с дешевой реконструкцией той или иной эпохи. Херовые актеры, пластиковые динозавры, вот это вот все. Серьезно, когда смотрел Альфу, у меня было именно такое ощущение, что я сижу дома и от нефиг делать залипаю в Дискавери. И ладно бы в ленте были задействованы маломальски известные актеры, тогда значительную часть расходов можно было бы списать на гонорары. Но нет же, касс состоит из сплошных ноунеймов. Окей, Коди Смита Макфи вы могли мельком видеть в последних Людях Икс. А как вам? Йоханнес Хейкьюр Йоханнесон, Прия Раджаратнам и, конечно же, Йенс Хультен. Слышали о таких? Актеры эти, судя по всему, даже играть умеют, судя по некоторым моментам. Но играть им тупо негде. Почти весь фильм мы видим только главного героя и волка. А присутствие остальных членов племени ограничивается короткими диалогами, где вождь издает лающие звуки, а остальные сверлят его глазами. Короче, ребята, по итогу лично мне было намного интереснее читать статьи про каменный век и о домашнивании собаки в Википедии, чем смотреть Альфу. Пожалуй, это все, что вам нужно знать об этом фильме. Как приключение, он ни о чем. А если вспомнить, что есть старый добрый диснеевский фильм Белый Клык с молодым Этаном Хоуком, или даже Белый Плен с Полом Уокером, то лучше их пересмотреть. Белый Клык тоже про дружбу волка с мальчишкой, но гораздо интереснее и приключения есть, и снят он красивее в сто раз. В общем, Альфа не вызвала негатива, но смотрите лучше в том случае, если вы зашли семьей в торговый центр, и ваша мама или сестра там зависли, а вам с батей уже лень ходить. На мой взгляд, только в таком случае. В сравнении Альфа просто не какущее кино. Ребят, на этом все. Надеюсь, обзор вам понравился. Ну и подписывайтесь на мой инстаграм. Я на днях еду в Италию. Буду там красивые фоточки постить. С Венецией там, Флоренции. Разбавлять вашу ленту, так что подписывайтесь. Ну а пока можете посмотреть предыдущие выпуски. Свежие новости кино, посылочки, или там кинофакты. Ну и до встречи в Италии. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok